Добрый день! Это программа «Точка зрения». С вами я, ведущая Светлана Мелешко. Мы работаем в прямом эфире для ваших вопросов. Нашим гостям работает телефон 235-244. Сегодня гость программы «Точка зрения» директор Липецкого музея народного декоративно-прикладного искусства Ирина Жирова. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Здравствуйте. И повод у нас выставка, которая будет открываться завтра «История страны советов в игрушке». Мы поговорим о ней и о других новостях музейной жизни. Вообще, эта выставка, она собрана из тех экспонатов, которые еще у многих людей, наверное, есть дома, да? Ну, я бы не сказала. Это выставка уникальная. Это выставка из фондов художественно-педагогического музея игрушки Российской Академии образования в Сергиевом Посаде. Это старейшее музейное учреждение подобного типа, подобного профиля. Было создано оно в 1918 году. Создатель Вобартрам. Девиз вообще, наверное, всей его жизни была «Игрушка как отражение жизни». И наша выставка – это тоже отражение истории страны советов. На нашей выставке представлена игрушка начиная с 20-х годов, когда еще создавали ее артели. Сделана из различных материалов, различной техники. И, конечно, если мы говорим о 20-х годах, которые отражают историю тоже гражданской войны, у нас экспозиция разделена на темы. Это «Красная армия всех сильнее», допустим, такая тема, где красноармейцы. Притом я говорю, что игрушка проходила, конечно, и цензуру своеобразную. Вот у нас есть уникальный такой экспонат, где на красноармейце, например, стоит штемпель «Запрещено». То есть лицо красноармейца не соответствовало стандартам. Оно было некрасиво, а красноармеец – положительный образ, положительный герой, поэтому лицо у него должно быть, конечно, красиво. Вот такой вот уникальный, допустим, экспонат имеется в музее. Кроме того, это посвящено пионерии, посвящено интернациональной теме, дружбе народов. Нас объединила Москва, это 15 наших республик Советского Союза. Конечно, отражена тема профессии, потому что мамы всякие нужны, мамы всякие важны, как говорится. И, конечно, это герои наших мультфильмов, наших детских произведений. И это те игрушки, в которые, собственно, и мы сами играли тоже. То есть начиная с 20-х годов и заканчивая 70-ми годами. То есть, получается, я читала, что у вас 300 игрушек или даже больше? Это целая фура была? 282. Скажем, около 300. И сейчас хочу сказать, что, возможно, в настоящий момент идет монтаж выставки. Некоторые игрушки, к сожалению, не смогут войти в экспозицию, потому что у нас условия с музеем игрушки, Сергием Посаде, то, что у нас каждая игрушка должна быть в витрине. Игрушки уникальны, перевозились они в специальных термоящиках. И, конечно, хранение и экспонирование таких кукол, оно определенное. Ну вот, возможно, некоторые даже... Будем стараться сейчас, во всяком случае, чтобы липчане увидели всю коллекцию, которая была привезена в Липецк. Ну вот, будем стараться, скажем. Это, значит, от 20-х годов до окончания Страны Советов, да? До 90-х или 80-х? Ну, скажем, до 80-х годов. До 80-х. 90-е уже не входят сюда в число игрушек. Ну вот до конца 80-х. Несколько экземпляров конца 80-х тоже представлены. А вообще, это будет рассказ, значит, о стране Советов и о детях этой Страны Советов. Вообще, в 20-е годы, 40-е очень такие сложные были, естественно, вы это знаете очень хорошо. И в это время игрушки тоже делали, да? И покупали родителей своим детям. Я хочу сказать, что, конечно, в годы Великой Отечественной войны многие игрушки прекратили... Многие фабрики, которые выпускали игрушки, прекратили выпуск игрушек. Но уже в 43-м году, несмотря на то, что война еще была в разгаре, вновь начинает, допустим, Ленинград в 43-м году начинает выпускать игрушки. И вот одна из таких уникальных игрушек в 40-х годах тоже у нас присутствует на выставке. Кроме того, конечно, я говорю, что это не только куклы, это такая, скажем, бронетехника, техника. Это у нас красноармейцы и на конях. И, кроме того, это замечательные такие бумажные игрушки, когда вырезались целые квартиры, обстановка квартир из-за картона. Да, это то, что мы сейчас... Такие-то сейчас тоже есть. Сейчас есть, но замечательные, да, игрушки, которые отражают тоже быт того времени, скажем. Изучать быт того времени тоже можно по игрушке. По игрушке. Но это все реальные игрушки. Это не те, которые, может быть, там где-то сохранились на складе фабрика или артели, а это те, которые, может быть, из домов, да, из семей были собраны. Или вот красноармеец вообще чудом каким-то сохранился? Да, это то, что касается старинной игрушки начала 20-х годов. Это, конечно, собирал еще и Бартрам. Это при создании музея собиралась все. Это старая коллекция. Ну, конечно, я хочу сказать, что Сергей Фасад тогда работал в музее игрушки. Работал над комплектованием игрушки всегда, поскольку он был создан. Часть игрушки непосредственно при выпуске ее с фабрик комплектовалась. Поэтому это вот не во все игрушки играли, скажем так. То есть играли в подобные игрушки, конечно, дети всей страны. Но это те игрушки, которые, собственно, многие из этих игрушек, собственно, были взяты с фабрики. А игрушка в это время, во времена страны Советов, несла, как вы думаете, в первую очередь развлекательную функцию? Образовательную или все-таки еще и идеологическую обязательно? Было все во всем. И, конечно, и образовательную функцию, и воспитательную, и, конечно, проводилась на государственном уровне психологическая экспертиза, педагогическая экспертиза игрушки, насколько она может повлиять на психику ребенка. И это было хорошо, потому что сейчас, когда у нас нет отечественной игрушки на рынке, игрушка не всегда несет положительную такую роль и функцию, выполняет. Вот, поэтому, конечно, я хочу сказать, что после войны, когда это 50-е годы, когда хотелось мира, добра, любви, игрушка становится менее политизированной, наверное. Это получается, хотя я вам хочу сказать, что игрушки с такими добрыми детскими лицами, у нас, например, строители БАМа, у нас есть строитель БАМа, у нас есть турист такой вот, спутник на рюкзачке у него написано. Это, собственно, то, чем занимались советские люди, но лица у этих кукол очень добрые, нежные, наверное, такой вот воплощенный образ советского ребенка в этих куклах присутствует. Это, конечно, вот Юла Волчок у нас, конечно, имеется. Да, наверное, не Валяшка, да? Да, 1957 года, вот такая вот Юла Волчок, замечательная совершенно, тоже у нас на выставке. Вот, поэтому я думаю, что приглашаем Лепчан. У нас открытие состоится 16-го в 16, чтобы не путаться, то есть завтра в 16.00 мы приглашаем всех Лепчан. Я думаю, что каждый получит удовольствие от просмотра, от восприятия вот этой игрушки советского периода. А как вы думаете, все-таки кому она больше понравится? Взрослым, кто уже давно играл в игрушки? Или детям тоже есть на что посмотреть современным школьникам? Детей мы познакомим и с историей страны советов, потому что многие не знают о истории страны советов. Поэтому я думаю, что для детей это будет опознавательно и, конечно, развлекательно, потому что игрушка, она в любое время привлекала внимание детей. В свое время мама мне рассказывала, что я просила куклу Катю, и папа вот мне купил. Я думаю, что здесь будет такой момент, что дети в музее, к сожалению, не смогут купить и приобрести, да. Но получить эстетическое удовольствие от просмотра выставки и познания о той стране, в которой жили их родители, я думаю, что это будет. Поэтому я думаю, что выставка по культурной значимости, культурно-исторической, я думаю, что большое событие для города, для нашего города. – Получается, мы можем проследить на этой выставке не только, как менялась идеология, как менялись, может быть, какие-то приоритеты в воспитании детей, но, наверное, и сами игрушки менялись. – Конечно, мы можем, да, как технология менялась. Если в 20-х годах в артелях делали тряпичные куклы на металлических каркасах, в 30-х годах появляется древесная опилочная масса, и тогда ручки и лица делаются деревянные, уже совершенно другие образы как раз появляются. Но все они индивидуальны. Появляются лётчики-полярники, появляются парашютисты. Всё, что было создано в этот период времени, появляются там трактористы. Ну, совершенно замечательные куклы, я бы сказала, можно сказать, авторские куклы того периода. И, конечно, когда в 70-х, 80-х годах технический прогресс шагнул далеко, то появляются новые материалы, и появляются новые темы, такие как космос, спутник, и в это дети тоже играли. Это было большим событием, полёт человека в космос. Все играли в космонавтов, все хотели быть космонавтами. И, конечно, такими были игрушки. Получается, игрушки, наверное, были очень дорогими, вот в 20-е, 30-е годы. Ну, что касается 20-х, 30-х, конечно, не все могли себе позволить игрушку. И большей частью делали тряпичные куклы, делали сами, самодельные. А самодельные, как раньше. И, по сути дела, в крестьянской семье, это было вплоть до, наверное, 50-х, 60-х годов, делали в деревнях игрушки сами. Притом много было умельцев, речиков по дереву, и приветствовалось, когда мальчик маленький. Это сейчас у нас иногда по технике безопасности, и мальчику не дают вырезать там по дереву или, наоборот, сжигать. Либо сжигать. Раньше это приветствовалось, и сам мальчик на уроках труда мог себе сделать лошадку, пистолетик. Конечно, игрушки были доступными, я бы сказала. Я бы не сказала, что они были дешевыми, но они были доступными. И, конечно, любимому ребенку всегда можно было купить вот такую замечательную куклу. Кукла Маша. У меня тоже была такая, но она была Ниной. Она была с темными волосами, в красном платье. Платье сохранилось подлинное. И эту куклу нам подарила Лариса Викторовна Яковлева, это жительница города Липецка. Ну, это у вас в музее была такая акция, и она, наверное, еще и продолжается. Да, она продолжается. То есть собирается, липчане тоже собирают куклы. Ну, акция, скажем, такая, что мы объявили еще в феврале месяце, мы объявили сбор забытых и ненужных вещей. Ненужных вещей, конечно, скажем, для тех, кто хочет их выбросить, кому они стали ненужны, кто хочет очистить свои там подвалы, антресоли, кому в современном быту эти вещи уже не пригодятся. И мы объявили сбор таких вещей с тем, чтобы сохранить это, с тем, чтобы это осталось для наших потомков. И хочу сказать, что эта акция нашла большую отклик Липчану. В настоящее время у нас небольшая экспозиция в полуподвальном помещении, как раз дом забытых вещей, где можно видеть обстановку и квартиру 60-х, 70-х годов. Можно в ней провести день, можно поиграть в лото, можно потрогать руками некоторые экспонаты. Конечно, мы очень рады, когда нам приносят игрушки, потому что игрушки действительно отражают не только историю детства, историю жизни, наверное, человека. И всегда приятно вспомнить, а у меня была такая же. А она была ходящая, а она говорила «мама». Но, к сожалению, мама она сейчас не говорит, но ходить она тоже ходит. Это была одна из первых таких вот ходящих кукол. Вот такая замечательная машинка, швейная, ладушка. Это подарила нам Шинкарева Ирина Александровна. Она шьет. Ну да, она шьет такая, у меня тоже когда-то была. Вот это чья-то пушка. Не только для девочек, но для мальчиков. У нас есть игрушка. Поэтому мы, можно сказать, начали формировать свою небольшую, у нас есть уже небольшая коллекция игрушек. Поэтому, Лепчане, если у вас где-то на антресоле завалялись старые игрушки, то мы с удовольствием их возьмем в свой музей. И, возможно, через сто лет у нас будет уникальная коллекция игрушек. Конечно, очень хорошо, когда игрушки именные, имеют свою историю. Потому что есть у нас один проект, который называется «Липецк в воспоминаниях». В воспоминаниях век 20-й. И вот этот проект, я бы сказала, что предназначен для липчан. Потому что, если мы говорим о музее, то мне очень нравится отношение к музею Николая Федоровича Федорова. Это философ, кстати, проживавший в Липецке некоторое время, в 1854-56 годах. Вот здесь вот на углу коммунальной и Первомайской висит мемориальная плита, что здесь находился дом, где преподавал Николай Федорович Федоров. Так вот, давайте мы прервемся, а потом после рекламы поговорим как раз о том, что будет в музее, о музейных делах. Напомню, что сегодня наш гость Ирина Жирова, директор Липецкого музея народного декоративно-прикладного искусства. Не переключайтесь. Это программа «Точка зрения». Напомню, сегодня наш гость Ирина Жирова, директор Липецкого музея народного декоративно-прикладного искусства. Мы говорим об игрушках, об истории страны советов в игрушке, ну и вообще о музее. Липецк в воспоминаниях, да, у вас новый проект, который сейчас готовится или уже открылся? Ну, проект, который начался, скажем так, потому что закончить... Его нельзя, да, наверное? Да, мы сделаем такую финальную часть, финальная часть у нас будет, результативная часть у нас будет в экспозиции, которую мы должны будем сделать на День города в 2014 году, в июле 2014 года. Но я думаю, что этот проект будет продолжаться. Мы говорили о Николае Федоровиче Федорове, это философ, который обосновал нужность и значимость музея, музеев вообще, да. И он говорил о философии, у него есть такой труд, который называется философия общего дела. Так вот, музей – это общее дело всех. Это не только музейщиков, не только сотрудников музея, которые получают за нее зарплату, понятно, да. Вот, но я думаю, что к музею сопричастен каждый. Тот же Федоров говорил, что первая вещь, сохраненная на память об отце, есть музей. То есть музей есть в душе у каждого человека. А у Липчан должен быть свой музей. Музей, куда бы хотелось прийти, хотелось бы посмотреть экспозицию о прошлом, о прошлом и города в том числе. Хотелось бы подарить этому городу свою вещь, чтобы оставить ее на память о себе, о том, что ты жил на этой земле. И вот это вот, это философия общего дела. А Липчане вообще, они достаточно щедрые люди? Или им проще это отнести, может быть, вообще в индекварный магазин? Ну, я вам, знаете, хочу сказать, я хочу сказать, все люди разные, да. Кто-то делится с радостью и говорит, хорошо, что это останется у вас, потому что это сохранится. Потому что музей это та структура, которая действительно сохраняет память о прошлом. Есть люди, которые говорят, я не могу, я понимаю, что я должен сохранить эту вещь, но пока я не могу ее отдать вам, потому что она дорога мне. И я хочу сказать, мы приветствуем тоже такое мнение, потому что вот это вот и есть человек-музей. Он все равно для нас полезен, это все равно наш посетитель, который будет к нам приходить. Вот. Гораздо хуже, когда человек просто выбрасывает вещи. Он не может набрать номер 24-00-52, кстати. А самые добрые слова для вас 24-00-52, это номер телефона нашего музея. Можно набрать этот телефон и сказать, я разбираю свою квартиру, я хочу сделать себе ремонт современный. У меня скопилось очень много вещей с 60-х годов. Притом, знаете, вы говорите, антикварный магазин. Некоторые вещи, они, собственно, антикварный магазин не берет. Ну, допустим, фантики от конфет, это билеты на трамвай. Это то, что составляло нашу жизнь тогда. Это пудра, это одеколон, это... Флакончики, да? Это и флакончики. Или даже... Да, у нас, знаете, как я вот не так давно нам лепчане принесли огуречный лосьон. Такой вот ностальгический запах огуречного лосьона советского периода. Он, конечно, вот стоит в памяти, да? То есть гораздо хуже, когда что-то оказывается на свалке и сжигается. Вот. Я думаю, что мы, конечно, взяли на себя смелость, объявив, что мы возьмем. Вот как бы все. Потому что у нас мы планировали сделать экспозицию таким своеобразным обменным фондом. С одной стороны, цель ее скомплектовать действительно экспозицию по истории города через воспоминания лепчан, через какие-то предметы и вещи. С другой стороны, мы бы хотели сделать такой обменный фонд, где лепчане, которым дорогие какие-то дорогие вещи XX века, а они у нас уже имеются в наличии, могли их обменять. Тут же, опять же, таким же образом музей бы получил ту вещь, которую не имеет, и в свою очередь порадовал человека вот такой вот доброй, хорошей вещичкой. На самом деле, мы сейчас ищем этот механизм вот этого обменного, потому что пока мы только собираем. Пока мы, скажем так, пластинки, правда, у нас коллекция пластины, которые мы можем уже так. Но вот этот вот механизм обмена, мы его ищем, я думаю, что мы его найдем. Мы его найдем, и у нас экспозиция будет очень живая. Живая, потому что она будет меняться, благодаря, опять же, лепчанам. Она будет живая, потому что, я думаю, что будет интерес к этой экспозиции со стороны лепчан. И в этом плане она не будет иметь право на существование, если она не найдет отклику лепчан. То есть это вот такое вот взаимодействие, наверное, музея с жителями города, с посетителем. Потому что существует мнение, что музей – это для избранных. Музей, ну, что я там увижу в музеях? Для интеллектуалов, да? Для тех, кто понимает. Для тех, кто понимает. Я хочу сказать, что постепенно понимающими становятся все, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы не хотим делать музей для избранных. Хотя, хочу сказать, что и интеллектуалы – это наша публика, и мы ее любим. И мы стараемся устраивать вечера в музее. В том числе и, что касается проекта «Лепецкого вспоминания». Вот мы провели первый вечер. Это «Любимые места лепчан». Вот такой вот небольшой буклетик мы выписали. «Любимые места лепчан 1960-70-е годы». По опросам лепчан, по их воспоминаниям, любимыми местами был, конечно, Нижний парк. Кстати, в котором был планетарий, если вы не знали. Вот у нас тут тоже фотографии планетарий. Это была филармония, это здание, бывшее курс зала. Это была площадь революции с родничком, с минуткой, с магазинами, с кафе. Это, конечно же, были кинотеатры. И главные из них, и любимые, это были «Заря» и «Октябрь». И, конечно, магазины, по которым любили лепчане ходить всегда. Наверное, не только в советское время. И вот такие вот основные магазины советского периода, это такие вот, как, например, «Бывший детский мир», сейчас «Аматоплазма». Это тоже был универмаг, и там проводились, там было до 600 видов выбора тканей, там проводились дефиле, между прочим, демонстрация мод. Ну, все это мы узнали из воспоминаний лепчан. И я думаю, что этот проект продолжается. Поэтому, если есть у лепчан, что рассказать, смелости просим, у нас вскоре откроется такая лавочка воспоминаний. Мы хотим открыть в музей у себя такую лавочку воспоминаний. Это вы будете записывать людей, которые придут и расскажут об этом? Да, мы записываем на аудио. Вот мы обрабатываем этот материал. И, возможно, естественно, с разрешения человека, который дает интервью, какими-то фрагментами этих воспоминаний будет озвучена экспозиция. Ну и, наверное, пластинки можно будет слушать. Если пластинки кто-то дарит, наверное, есть и граммофон, и потихон. У нас здесь своя песня, потому что мы хотим сделать такой кинофотофон-электорий. Мы хотим показывать диафильмы, показывать, как это смотрели мы, в свою очередь, диафильмы через диапроектор. С одной стороны. С другой стороны, конечно, оцифрованные диафильмы у нас тоже будут, потому что техника старая, она, помните, как пахло пленкой, когда долгое время смотрели. Вы же, наверное, не сидите на месте и не ждете, когда к вам кто-то придет и что-то принесет. Я знаю, что и музей каждый год сотрудники. Вы ездите в экспедиции этим летом тоже, да, у вас была? Да. Правда, тема у нас немножечко другая, поскольку мы музей народного декоративно-прикладного искусства. Цель наших экспедиций имеет такую этнографическую цель. Мы изучаем, как жили люди прошлого, да, каким образом они заселяли наш край, каким образом они пришли, каким рукоделиями, промыслами они занимались. И это можно сейчас, к сожалению, осталось очень мало памятников культуры, по которым можно было бы сделать выводы, но тем не менее такие находятся. В этом году мы были в Красненском и Добринском районах. Районы, можно сказать, ранее не так изведанные, как, например, Донковские и Чеплыгинские. Но, во-первых, конечно, хочу поблагодарить. Поблагодарить хочу завклубами, вообще сотрудников культуры сельских. Конечно, хочу поблагодарить, не знаю, как директоров, не директоров, сотрудников, школьных музеев, школьных музеев, которые по крупицам собирают и создают то, что, конечно, удивительно, Нина Александровна Гущина, допустим, это глава администрации Среднематренской Сельского совета, она ездит на велосипеде по своему селу. Вот, ее знает каждая бабушка. Вот эти вот, иногда удивляет, даже не столь собранный материал, сколько люди, с которыми приходится общаться. Столько доброты, столько искренности и столько желания помочь. Вот, я думаю, что это, например, были открытия. Например, в Добринской школе мы обнаружили кружевную, а Добринский район раньше был Усманского уезда. Это был Усманский уезд, Тамбовская губерния, где не было распространено как клюшечное традиционное кружево елецкое, да, допустим, вот на елецкий манер, что называется. И вот в Добринской школе мы увидели кружевную косыночку, черную, и по сколкам где-то начало 20 века, то есть старое, конца 19-го, как дореволюционное. Вот, и опять же заведующая школьным музеем рассказала нам, что она принадлежит Злобиной Дарье Михайловне 11-го года рождения. Ее сейчас нет у живых, но есть ее сноха, есть родственники. И она плела ее именно в Демшинке, Добринского района. Недалеко находилась усадьба Буниных, в Марфино. Именно там, вот обособлено, во всем Усманском районе, именно там, в Марфино, было распространено кружевоплетение. И вот такая вот косыночка уникальна, потому что, допустим, сейчас не так хорошо такие косынки сохранились в самом Ельце, потому что потом были артели, была фабрика елецкие кружева, на которых уже диктовали художники, допустим, с Москвы, как нужно плестить по каким сколкам. А здесь сохранилась вот эта самобытность. Вот тоже такие открытия бывают в экспедициях, и мы им очень-очень рады. Конечно, благодарим всех, кто помогал нам в Добринском, в Красненском районе совершать вот такие небольшие открытия. То есть эти открытия можно будет тоже увидеть в ближайшее, может быть, время? Эти открытия мы планируем, что их увидят зимой, после январских праздников. Мы будем делать небольшую экспозицию, которая будет называться «Лето зимой». То есть мы будем показывать результаты наших летних работ зимой. Она будет совместно с художественной выставкой, где будет изображена... Ну, на пленэр у нас есть художники. Ну, такое вот объединение предметное с живописью по итогам экспедиции у нас будет планируемо в январе месяце. Поэтому приглашаем липчан тоже уже после Нового года. Ну, пока, наверное, липчане должны, ну, или должны, если хотят, прийти завтра, да, на выставку «История страны советов в игрушке». Да, завтра в 16.00 мы ждем всех на открытии выставки. Вход свободный. В дни открытия у нас вход свободный. Это музей игрушки из Сергея у Посада. Это экспозиция. Экспозиция, да, экспозиция «История страны советов в игрушке» из фондов художественно-педагогического музея игрушки в Сергею Посаде. Ирина Анатольевна, последний вопрос. Следующие какие у вас будут экспозиции после этого? Или, может быть, наравне с ними? У нас, во-первых, еще проходится экспозиция Елены Смолиевской. Это глиняная история Елены Смолиевской. Елена Смолиевская – замечательный художник, народный мастер романовской игрушки. Удивительно, уникальная выставка. Ее еще работает. Она будет работать еще две недели. Просим всех на эту выставку. Конечно, у нас будет большая выставка в конце года, посвященная 60-летию области. Ее проводит Союз художников. Это региональная выставка. На нескольких площадках она у нас будет проходить в Липецкой области. У нас в том числе декоративное прикладное искусство ведущих художников России. Спасибо большое, Ирина Анатольевна. Это было очень интересно. Это была «Точка зрения» Ирины Жировой, директора Липецкого музея народного декоративно-прикладного искусства. До свидания.